всем привет проведу сегодня презентацию одного из вариантов жезла анонс я кидал пару месяцев назад телеграме а сделал его несколько месяцев назад вот в таком варианте но напомню что чем отличается жезл от посоха первое что осах у нас имеет структуру такую обкладки идут сюда и сюда противоположное отдельно в одну сторону и в другую ноты макет конечно уменьшенный а в жезле направление идет вместе вот они вот одна вкладка вот вторая обкладка и вот они параллельно идут вместе вот как во всех других вот такой же тоже маленький жезл тоже когда-то я вам показывал вот самые мои первые жезлы если помните тоже когда-то показывал то есть вот просто спирали две спирали подключается к откладкам тор вот в таком виде номер это одни из вариантов первых которые я когда-то давно делал несколько лет назад вот еще вариант был уже вот такой такой не тут можно было к этому готовым это вот тут и генераторы тор уже вместе все подключать или к этому варианту тоже все знаете сколько раз показываю вот этот же вариант на 50 миллиметров трубе даже как и посох даже какая-то конструкция но вот именно снаружи и сделано такими вот ленточками и с таким вот хитрым как бы узором ну понятно что-то из древних узоров вот взял ленточки вот такие 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 ленточки вот здесь так если посмотреть получается виток вот этот сюда этот сюда вот это вот один виток и это второй виток одной обкладке и второй обкладке и уже ответвление идут вот такого торнамента ну что-то вроде крестов совмещенных внутри находится капсула такая как посохи то есть вот это вот за стандарт я уже себе принял и вот их делаю вот так вот на 3d принтере примерно расстояние вот здесь вот у нас даже как и абсолютно одинаково вот здесь вот на 88 71 усилители модули собран генератор модуль зарядки такая же даже кнопочка и вот примерно вот такой же ты филар вот сюда и где-то получается сантиметр 4 от конца тора до начала обкладки ну 456 ну минимум меньше двух трех не надо делать желательно делать больше состоянии чтобы она не мешала ну вот видите тут аккумулятор стоит надо будет еще один поставить я полностью еще не собирал здесь вот будут делать ручку такую как посохи она не скользила и было удобно пользоваться но пока не закрывал потому что буду все еще вытаскивать значит как видите тут у меня обязательно обкладки вот эти все излучатели они все закруглены можно или закруглять или просто делать обрезать вот эти прямоугольные концы я когда-нибудь все таки объясню для чего это нужно и вот таком виде это все может быть значит все эти ширины ленты вот это вот это расстояние они все очень условны нету здесь никакой особой закономерности я уже сколько раз повторяю что все с меня требуют там размеры какие-то еще что дольше это какой толщина это какой-то особого значения это не имеет желательно придерживаться например тут ну как у меня вот здесь между ними вот и вот ты примерно один к одному расстояние хотя вот если взять эту ширину ленты и вот здесь здесь получается одна треть расстояния то есть плюс-минус опять же количество вот здесь вот сколько их сделано или вот эта длина тоже сделайте так будет хорошо и сделаете вот так будет еще лучше с другой стороны это все принципиального значения не имеет может быть если их по каким-то сакральным меркам по каким-то аршином еще каким-то измерением или количеством золотое сечение ну в общем кто во что гораст длина волны какой-то длина водорода кислорода азота еще какой-то ерунды это все чистые условности никто еще мне тут не доказал и опять же доказать что это лучше это хуже очень сложно потому что для этого надо лаборатории имеет кучу народу куча куча кроликов которых надо вот этого все облучайте проверять этого сейчас нету поэтому сказать что так лучше то хуже возможно может быть что да вот вот у меня здесь раз два три четыре пять шесть здесь шесть в одну сторону 6 другую страну с одной стороны с другой стороны по 6 может быть это какая-то сакральная там 66 12 24 цифра такая хитрая может быть а может надо было не 24 28 там или 40 или 50 кто его знает это все надо испытывать проверять доказать это чисто у каждого вот каждый со своей колокольни может вот так сделает вот так а я вот сделал так или так и вот у меня то лучше так получилось а так уже может быть может но повтори это десять раз на разных людях и тогда сравни и тогда скажешь что лучше что хуже а так говорить что вот у я так сделал у меня получилось лучше или хуже это уже не критерий надо десятки сотни раз повторений сделать испытаний причем так чтобы это все сходилось опять же вот это вот спираль то что вот я вот обычно делаю для чего это для более такой удлиненности потому что вот некоторые удлиненность в этих вещах она имеет некоторое значение опять же когда-то буду объяснять это все но это абсолютно не обязательно можно сделать вот так вот просто полоски наклеить вот так вот например не две штуки а четыре штуки 2 вот за параллели тут или тут за параллели и потом уже от них там ответвление сделать вот вот это вот узоры например вот я сделал так вот а можно там еще изголиться и вот более так сакрально там закрутить завертеть но опять же это тоже это хорошо чем вы ажур не вот это вот сделаете меж собою и вот она чем больше смешается то но тем лучше с одной стороны улучшить и каким-то может быть возможности параметры или какие-то там результаты но опять же это все что надо проверять это все надо проводить испытания но важнее вот как я вам уже сколько раз говорил что нужно делать не просто вот так вот это в общем то вот то что вот сейчас вот расположена это на круглой плоскости если мы возьмем например вот так вот это вот вариант вы все тоже знаете это тоже плоскость но развернутая не круглая то есть это тот же жезл только развернутый вот типа жезла и мы его развернули и вот у нас получилась вот такая конструкция и она с одной стороны она более действенная чем это по идее но опять же как это на что смотреть из какой колокольни казалось бы мы вот это раз плоскость мы прикладываем к телу и она должно быть более эффективно так как вот здесь вот одно в другую заходят вот они разные такие можно было тоже здесь другой узор совершено сделать и может быть это получше бы подействовало вот но в данном моменте нам кажется что это лучше но может быть все таки лучше это опять же чтобы это сравнить это надо тысячи экспериментов провести где я их буду проводить и у меня никого ничего нету я тут один и кричать не с улиц бегать по улице вот ребята давайте попробуем на вас испытаем чего-нибудь ну сами знаете что случится после этого куда меня закроют вот поэтому тут все очень относительно но критерии чем более ажур не будет тем каком-то смысле это будет лучше и опять же объем не но это делалось несколько месяцев назад я вот вам как-то говорил про 3d принтер вот у меня уже второй год есть один 3d принтер и месяца три назад я приобрел наконец крутой принтер двойное вот с двумя экструдерами и более дорогой он в два раза дороже стоит чем тот который у меня предыдущий был и вот на нем там можно будет ставить один вот обычный филамент то есть пластик и 2 проводящий филамент и уже вот там я смогу в 3d графике это все сделать так что у меня получится там довольно таки внутренняя сложная структура где я смогу замотать закрутить какими-то да вот такими вот всякими вот 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 так и так и сделать именно объемный вот это будет уже значительно лучше как жезл чем вот то что есть по плоскости но дело в том что тут так получилось что мне пришлось семейный бюджет весь раздраконить на этот принтер слишком дорогой но по случаю взял и сейчас вот надо закупиться филаментом хочу продать второй принтер то есть точнее первые который был но пока никак не могу продать вот продам тогда смогу купить дополнительно тот филамент который мне нужен и как уже приобрету тогда смогу уже разработать что-то такое которое будет так как вот я и хотел когда-то уже давно я вам рассказываю про это что вот хочу так сделать можно было бы это все с ленточек еще слепить но это все настолько это все вот нудно это все так можно было бы накрутить на вертеть что-то там это но это все не то опять же получается что как бы мы не делали но вот эта лента вот фольга она все на плоскость а нам надо даже вот эти излучатели которые внутри будут ли как-то будут перемешаться друг с другом они тоже должны быть в некоторых местах толще тоньше потом закрутиться например вот так вот спиралькой потом в эту сторону потом здесь утолщится тут утончится и опять же не просто так вот а именно с таким вывертом ну вы же видели как на старинных зданиях там вот эти колонны вот эта вся ажурность как стены расписаны вот этим объемом то это вот именно вот это и вот такое вот надо вот именно попытаться сделать что я и буду делать так но теперь покажу как вот у нас сейчас сама конструкция работает хотя в принципе тут и так все понятно вот то что я вам показывал это уже есть значит как я вам сказал вот сюда капсула здесь некоторое расстояние до излучателей вот здесь у нас проходит энергия но опять же я уже сколько раз тоже говорил что это не совсем то статика которые говорят вот на самом деле это все-таки энергия особенно то что идет с посохов это да это настоящие энергии там я потом буду объяснять вот он как на самом деле эта энергия перераспределяется и почему она действует на ауру и так далее здесь же жезл чем отличается от посоха он не действует на ауру не наполняет ее как посох но он действует на более локализированно на те участки которым мы прикладываем поэтому если посох мы на расстояние каком-то используем для того чтобы подкачаться энергии то в жезле именно все прикладывается рядом пусть на тело и соответственно уже вот проворачиваем вот еще надо может сделать мне там будет сутки что-то вибрирующие внутри это я тоже как-нибудь но посмотрим значит тут вот индикатор сейчас я значит вам включу вот индикатор тут вполне видно достаточно даже вот такого индикатора чтобы она уже все светилось индицировала вот как видите туда же не надо никаких обкладок ничего вот если для посоха мне тут мир надо вот я вставляю в посох вот такой индикатор чтобы изнутри она подсвечивалась и показывала что энергия идет и сверху и снизу и надо здесь вот откладочками немножко тут добавлять чтобы все-таки с из пространства брать дополнительную объем пол вот тут даже этого и не надо ну и посмотрим надо тушить свет вот как торт стоит это вот у нас индукционный датчик индикатор это у нас естественно показывает если мы ближе то вот эти как раз и весь и дальше только вот эту часть значит вот эти индикаторы тоже вы если помните я вам показывал значит вот это опять же это энергетические индикаторы то есть здесь всего один виток и вот по четверти буквально один проводок толстый достаточно как и здесь это вот именно для статического или энергетического а вот это уже катушки намотанные несколько десятков витков вот видно что тонким проводом 0 1 вот они будут работать только на сам тор то есть то что вот дает энергию промежуточную это как я вам говорил вот опять же если вспомнить мои выпуски по не трясите бак автомобиля я вам рассказывал что на самом деле тут никакого резонанса нету а есть именно взрывная волна которая проходит встречается и вот это вот эту взрывную волну преобразование энергии обычные от генератора на вот эту энергию которая излучает уже сюда значит вот это есть преобразование и вот это преобразование со сам процесс преобразования у нас вот эти индикаторы именно показывают то есть это как бы промежуточное паразитное излучение вот ну тут находится поэтому тут показывают здесь как видите он не показывает а вот эти индикаторы наоборот ну тут протяда слишком близко все поэтому это это схватывает но факт то что вот он здесь показывает именно излучение вот это это этих обкладок но не будет показывать уже излучение от тора но эти индикаторы тоже слишком ярко вот потому что видите попадает одна на но это на другую к сожалению говорю камера очень плохо воспроизводит вот эти все цвета и освещение а так она очень шикарно смотрится красиво то же самое это и вот вот этим жезлом эффективность чувствуется у него значительно выше чем например у тех которые я вот первые варианты вам показывал он заметно эффективнее работает так же как вот на уровне эффективности вот этого с вентилятором но вентилятор тут еще дополнительно дается свое завихрение то есть модуляцию интересную но если сюда еще добавить свою модуляцию внутреннюю вот сюда вот как я вам говорил на леска на пружинке и там вот тоже вот такие вот подвешивать туда на леску и какой-то грузик чтобы она хоть как-то там вибрировал и она будет давать эффект но опять же вот как я вам сказал что это плоскость и тут конечно еще есть задел для того чтобы и повысить эффективность и этой системы но это уже на будущее вот я как вам показывал презентацию еще два месяца назад поэтому в конце этого ролика покажу в презентацию но на сегодня пока все я думаю достаточно тут особо нечего еще объяснять вот специально в прозрачный кембрик это все закинул вот его можно и стоит рядом возле кого-то этого достаточно то есть он работает и из-за того что здесь не так плотно все он немножко имеет радиус действия довольно повышенный так как например вот в таком варианте или вот в тех вот же злах там все очень плотно близко и буквально надо на ложить на тело это можно рядом ставить этого достаточно чтобы уже она давала определенный эффект но конечно когда вы вот так вот прикладываете к руке к ноге там к позвоночнику вдоль тела то это дает тоже соответствующий эффект ну а так пока все достаточно и думаю всем пока а а